Всем добрый день! 1-2 февраля в Питере прошел заключительный этап студенческой лиги РЖД. МГАВК две победы, ЛГУ и МГУ по одной. Далее в репортаже Анастасия Алексеевича. Всем любителям студенческого баскетбола большой привет из города на Неве. Здесь собрались самые сильные команды элитного дивизиона. Садитесь поудобнее, мы начинаем. О, Леша, привет! А ты что здесь и почему с Маком? Слушай, да, Славик Цветков сказал, что только так пускают в университет. Без студенческого не пускают, вот пришлось подстраховаться. Вот такой лавхак бутидовский, поэтому только так. Слава, я впервые здесь. Ты могу провести небольшую экскурсию? Конечно могу. Начнем? О, вот это поворот! Ребята, здесь у нас проходят наши аквавечеринки. Ну что, загляну-ка я на дискотеку? Вот это мой шкафчик 78. Здесь, соответственно, я кладу шапку, здесь куртку и там свои ботинки. Сейчас мы забрались на самую высокую точку нашего университета и хотим провести вам самую короткую обзорную экскурсию в Санкт-Петербурге. Великолепный Исаакиевский собор, который находится на Исаакиевской площади. Один из символов нашего города – это здание Адмиралтейства и великолепный корабль. У нас присутствует архитектура современная, и вы можете видеть знаменитую зажигалку здания «Газпрома». Собор спас на крови. На этот собор мой дедуля воздвигал в свое время кресты. Казанский собор. Когда Рождество, у нас там основная служба в городе проходит, получается. Пьян Дин и Топорков сегодня обменялись крутыми данками. Кому вы дали десятку? Ну, я хочу сказать, что эти два парня – они космос. Два раза бы я поднял десятки. Ну, я вот сейчас пришел и сказал, блин, какой офигенный зал. Ты приходишь, ты чувствуешь, что как бы ребята сами сделали паркет. Он круто забронзирован, да, здесь все дышит спортом, все дышит баскетболом, да, поэтому потрясающе. Раскрой нам тайну, как капитан, какие напутствуют слова ты говоришь своей команде перед матчем? Я говорю, если выиграем, следующая баня будет за мой счет. Слава сказал, что поведет вас завтра в баню. Это правда? Все может быть. Это зависит от того, как мы хорошо сыграем. Если прям отлично сыграем, то, скорее всего, пойдем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как сегодня прошла игра для вашей команды и лично для тебя? Ну, в принципе, выполнили все установки тренера. Ну, а я выполнил свою установку, как обычно, сыграть в защите хорошо, ну и помочь команде. Сегодня прошел матч Гутит-Мгавк. Сильнее оказались вторые, но та борьба не закончилась. У нас здесь 32 хинкали. И тот, кто сможет на скорость съесть большее количество, тот получит звание... Магистр хинкали. Магистр хинкали. Давайте погнали. Сегодня у нас хинкали с бараниной. Шум, приятного аппетита тебе, Крестного. Блин, слушайте, салфетки-то есть? Нет салфеток? Нет салфеток, реально. Просто будет хинкали выскальзывать из рук и все. Каждому свое место в жизни. Кто-то ест хинкали. Ой, говори побольше. Кто-то ест брокколи. Шум, ну ты молодец, реально. Я вот третье заканчиваю. Хорошо, что вот у нас как бы студенческая наша лига, и мы вот еще можем и хинкали поесть. Спасибо АСБ за хинкали. Четыре. Шум, красава. Слушай, а что торопитесь? Надо же парашют. Так он еще успевает разговаривать с ним больше, чем я. Кстати, у нас еще есть соус. Надо его использовать. Ой, выпало мясо. Вы мне засчитаете эту хинкали? Вот так, смотри. Очень вкусно. Хочу сказать, что в Малаховке реально вкусно стоило. Там у вас женщина такая работает, она красивая себе. Такая, знаете, с короткой стрижкой блондинка. Ой, она мне на халяву дала один раз поесть. В добавке. Ой, такая молодец вообще. Семь. Меня тоже. Привет всем, кто устал. Это хинкали, я ем за вас. Игорь, это просто песня. Я всегда мечтал просто на халяву побазоваться с кем-то за хинкали. Победитель батла что получает? Победитель батла получает еще 10 хинкалей. Блин, слушайте, три минуты. Мало времени. Я, кстати, на втором курсе магистратуры. Но я пойду в аспирантуру. Я еще преподавать буду. Просто пойти в гутин, чтобы число такого преподавателя, как Вячеслав Цветков. Если вы хотите сдать зачет, сходите, у меня хинкали. У тебя 10 идет? Семь, восемь, девять, десять, у меня одиннадцатый. Блин. Да что мы-то, ты кушай. Главное, это чтобы спортсмен был сытый и доволен. Да я уже доволен. Так, еще сейчас у нас последняя хинкали идет, я предполагаю. Фокус, хинкали целиком в рот. Не смертельный может быть, может застретенный. Ага. Хинкали, семь, семь, девять, десять. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Единственный итог, который я хочу сказать. Не ешь хинкали целиком, это опасно для здоровья. Второй итог. То, что у нас на нашем туре в Санкт-Петербурге очень дружеская атмосфера. И вообще у нас в студенческой лиге все хорошо. А тех, кто сюда не заявился, пусть завидуют, что не поедят хинкали. Понятно? Заявляйте в студенческую лигу. А сейчас впервые между матчами мы покажем вам секретную тренировку Михаила Калинина. Где он нам покажет, как же все-таки забивать трехочковые. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Здравствуйте. Слушайте, вопросик. Как же все-таки забивать трехочковые, так же, как и вы? Все очень просто, Цвет. Все очень просто. Один-два раза упражнение делаешь, трехочковые забивать будешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это человек, который обожает свой город, это поэт, ленинградец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА